Привет! Теплая и уютная игромания на связи. Готовая загробастать тебя в свои виртуальные объятия и потихоньку на ушко рассказать все самые главные игровые новости. Ну и считай, что с первым пунктом мы уже справились. Переходим ко второму. Через три, два, один. Погнали! Анонс The Elder Scrolls 6 состоялся три года назад. И, конечно, все думали, что Bethesda уже давно делает модельки, анимации и создает игровой мир. Но, увы, оказалось, что это не так. Тот Говард сознался, что проект до сих пор находится на стадии дизайна и подготовки технологий. Сейчас львиная доля ресурсов направлена на создание Starfield. А это значит, что активной разработкой древних свитков займутся лишь после ее завершения. То есть, как минимум, в конце следующего года. Впрочем, многое из того, что используют для Starfield, например, движок Creation Engine 2, пригодится и при создании The Elder Scrolls. Поэтому можно сказать, что команда работает над двумя играми сразу. Но все равно шансы увидеть игру до 2025 года, прямо скажем, призрачные. Даже преданные фанаты Ubisoft порой жалуются, что в играх издателя не хватает новых идей. Хорошая новость. Французы все же решили рискнуть и попробовать кое-что новое. Как минимум, в серии Far Cry. Главный инсайдер игровой индустрии Джейсон Шрайер заявил, что после выхода шестой части серию ждут радикальные изменения. О чем именно идет речь, не ясно. Но это явно не рекламная болтовня о революциях, которой маркетологи кормят нас перед выходом каждой игры. В любом случае, ждать осталось относительно недолго. Обычно, вскоре после выхода номерной части, Ubisoft выпускает на ее основе небольшой экспериментальный проект. Думается, именно там мы и увидим некоторые из подготовленных для нас сюрпризов. Видно, в Battlefield 2042 все-таки будет Королевская битва. В свежем выпуске журнала Play нашли немного подробностей о режиме с говорящим названием Hazard Zone, то есть опасная зона. Их, увы, немного. Пишут, что режим направит жанр королевских битв по новому пути, доступному только серии Battlefield. И это, собственно, все. Как хочешь, так и понимай. Тем временем, ради возможности попиариться в Battlefield, куча компаний занесли Electronic Arts в свои денежки. Например, в шутере появится подсветка Logitech и квадроциклы Polaris. А партнерство с NVIDIA добавят в игру DLSS и технологию Reflex для снижения задержек управления. Это, кстати, ответ, почему проприетарные технологии так медленно продвигаются в играх. Делать это на халяву разработчики просто не хотят. Компания Sony купила разработчиков Returnal, студию Housemarque. При этом японский офис опубликовал картинку. Мол, добро пожаловать в семью. Вот только на картинке была не Housemarque, а Bluepoint Games, создатель ремейка Demon's Souls. Так что, возможно, Sony купила не одну, а две студии сразу. Разумеется, журналистов сразу заинтересовал вопрос. Неужели между Sony и Microsoft началась эдакая гонка вооружений? Типа, кто больше студий купит, тот и выиграл. Оказалось, никакой гонки вооружений нет. Sony заявила, что покупает студии очень редко. Только если чувствует в команде родственную душу. И между ними есть богатый опыт сотрудничества. Правда, если говорить честно, другого ответа быть и не могло. Денег у Sony гораздо меньше, чем у Microsoft. И начать скупать Bethesda и Майнкрафты она просто не в состоянии. Поэтому приходится делать вид, что не очень-то и хотелось. Студия Remedy, создавшая Макса Пэйна, Алана Уэйка и Control, анонсировала новый проект. У него пока нет финального названия и даты выхода. Да и подробностей, прямо скажем, маловато. Это будет кооперативный экшен на четверых с прицелом на ПВЕ. Кодовое имя проекта — Condor, а его действие развернется во вселенной Control. Судя по арту, мы будем играть за команду спецназа в старейшем доме с разными паранормальными явлениями. Бюджет игры — 25 миллионов евро. Практически на уровне Control. Но студия уже договаривается с издателем 505 Games на счет второго, гораздо более дорогого проекта по вселенной. А теперь новости Blitz. Скорость без границ? Мы точно нигде не сперли эту фразу. Начался прием предзаказов на физические издания S.T.A.L.K.E.R. 2. Пока только в M-Video и только для ПК. Доступно три издания. Стандартная стоит 2500 рублей, коллекционная — 15 тысяч, а ультимативная — 30 тысяч рублей. Doom Eternal получил патч для консолей нового поколения. В игре улучшили графику, добавив рейтрейсинг, поддержку режима на 120 фпс и не только. Разработчики Forza Horizon 5 рассказали, что сделали фотографии неба аж на 75 терабайт. Их даже не пытались передать по сети и везли в студию прямо на винчестерах. Этого хватит, чтобы сделать 2000 вариантов неба для игры. Для сравнения, в четвертой части их было всего 300. Diabloid Magic Legends закрывается, так и не дожив до релиза. Сервера игры закроют 31 октября, и никаких планов на возрождение проекта у студии нет. Разработчики признались, что их видение было ошибочным, но в подробности вдаваться не стали. Konami объявила о стратегическом партнерстве с Bloober Team — создателями Observer, The Medium и Layers of Fear. Теперь разработчики будут трудиться над проектами по интеллектуальной собственности японцев. Будет ли среди них что-то по Silent Hill — компании не говорят. Но журналисты подтверждают, еще как будет. Стало известно, какие игры получат в июле подписчики Xbox Live Gold. Это платформер Planet Alpha, сборник аркад Midway Arcade Origins и еще одна забавная аркада Rock of Ages 3. Плюс ремейк юмористического экшена про Белку Конкера, вышедшего в 2001 году. Ну и осталось только разобраться, какой мультик смотрим на этой неделе. Пока ждем новую серию Рика и Мортин. Я посоветую мультик, который называется «Захватчик зим». Это такой яркий, трэшовый мультик от Джона Наваскеса, который передает атмосферу обреченности земли нашей грешной. На самом деле, это мультик про чудаковатого инопланетянина, которого изгнали из империи захватчиков за его завоевательские косяки. Но возгнание ему не понравилось, он оттуда уволился и теперь путешествует по всей вселенной в компании своего личного туповатого робота в поисках какой-то неизвестной несуществующей планеты. И вдруг, о чудо, натыкается на нашу родную землю. И теперь дело за малым. Завоевать ее, поработить всех людишек и заставить их вечно страдать. И вот с этой целью он ведет жизнь неприметного школьника. Но ему постоянно мешает какой-то мальчик, который помешан на всей этой теме с пришельцами, но ему никто не верит. И вот у нас противостояние двух лузеров с разных планет. Захватчик зим, смотри. Ну и увидимся уже завтра. Береги себя и свою психику и... Пока. Субтитры подогнал «Симон»!